Вопрос, который волнует всех моих друзей, которые они меня встречают. Как тебе в Корее? Как тебе концерт BTS? Ну так как мы с вами тоже все друзья, я скажу вам то, что я говорю всем моим друзьям. В Корее просто охрененно. Идет еще посадка до концерта где-то минут 20. Что происходит? И здесь, здесь люди стоят 6 часов. 6, мать их, часов. Ладно, и какие пирожные взяли попробовать, очень разные. Надеюсь, там ничего неприличного в кадр не войдет. Когда ты не очень умный. Аааа, что? Вот какое-то такое лицо у меня сейчас, судя по тому, что я наговорила. Сейчас я расскажу вам все просто, что было, как было, почему было. И если честно, то у меня слишком мало слов, поэтому... А, подождите, подождите. Это тот самый случай, когда просто не вооружившись стаканом чая, воды, кофе, какао или чем-либо еще, просто нереально будет смотреть это видео, потому что... Я постаралась сделать его максимально лампным, я постаралась сделать его максимально уютным, постаралась максимально передать атмосферу Сеула, в котором я пребывала так долго, показать вам концерт BTS, показать, как моя подготовка к концерту BTS протекала, в общем, просто все. Я, блин, просто хочу, чтобы вам это понравилось, поэтому если вам это понравится, то... А еще... И... Вот какое-то такое лицо у меня сейчас, судя по тому, что я наговорила. Я начала подготовку к концерту за несколько дней. Мне нужно было купить платье, нужно было продумать свой образ, в общем, мне нужно было очень много всего сделать, поэтому в один из дней я стала репетировать мой макияж и стала, так сказать, искать платье, которое мне нужно купить. Как все это было? Ну, как-то так. Продолжение следует... Ребята, сори, что я так резко вклиниваюсь в наш замечательный влог. Дело в том, что у меня для вас офигительная новость. В эту пятницу, 22-го числа, в Москве, в 19.00, в торговом центре Метрополис, в Золотом Яблоке, будет моя сходка в Москве. Это будет моя первая московская сходка. Просто, блин, я надеюсь, что у вас очень сильно получится пойти ко мне на мероприятие, потому что будем там фотографироваться, будем обниматься. Будут вопросы-ответы, то есть вообще все, что пожелать на этой сходке, все будет, в том числе, конечно же, подарки. И фотограф, все будет, и даже какой-то ведущий, надеюсь, что будет веселая тамада, и нам всем будет весело. В Золотом Яблоке буду ждать вас в торговом центре Метрополис, 22-го числа в 19.00. Все подробности я также озвучу в своем инстаграме, так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и следите за обновлениями. Я вас буду очень сильно ждать, и подарки вас тоже, кстати говоря, ждать будут. А еще маленький момент, с 21-го ноября в Золотом Яблоке стартует Черная Пятница, и вы сможете найти огромное количество классных вещей со скидками до 70%. Так что приходите обязательно. Мало того, что я буду так еще и скидки просто, будто не воочию, но и в интернет-магазине тоже скидки еще на день раньше у меня начинаются. Поняла, что мне очень нравится, как я сейчас выгляжу, поэтому я решила, что нужно сделать фотографию в инсту. Мне кажется, что образ должен получиться гораздо более симпатичным даже, чем на видео. О, да, сейчас я сфоткаюсь, я просто вам покажу, чтобы вы видели разницу в камере. Да, кстати говоря, возможно у кого-то из вас возникнут вопросы, как я так фотографируюсь. На самом деле, я просто сама об этом достаточно недавно узнала, когда ты не очень умный. Существуют вот такие вот пультики, смотрите, как они выглядят. Вот такая вот кнопочка. И когда ты нажимаешь эту кнопочку, бам, телефон фотографирует самостоятельно. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы тоже могли делать селфи в любое время, и вам никто вообще не нужен был для того, чтобы вам помогать, купите себе вот такой вот пультик и все. Обязательно просите, чтобы вам вы протестировали на вашем телефоне, потому что, когда моя подруга недавно покупала такой же пультик, у нее один был бракованный. И хорошо, что на месте проверили, один полностью не работал, второй работал. Поэтому обязательно проверяйте, чтобы они работали, потому что это все-таки китайская какая-то фигня, и, сами понимаете, она такая специфичная. Собственно, то, с чего все начинается. Я в халате и с воротами, потому что это петличка. Звук. Вот такие вот луки я сегодня подобрала на каждый день. Как вы видите, я решила остаться вот в этом вот черном топе и коротких шортах, потому что это самый оптимальный вариант. И на улице достаточно жарко, но при этом иногда бывает ветер, поэтому, мне кажется, это вообще прям то, что нужно. А сейчас я предлагаю пойти в магазин и купить платье на вечер, потому что я, на самом деле, думала, что я подберу какой-нибудь образ из вот этого всего, чтобы пойти на концерт BTS с девочками вечера, но я поняла, что что-то как-то недостаточно празднично, поэтому предлагаю вместе со мной вам сейчас пойти по магазинам. Так, я пришла на главную торговую улицу, хотела зайти в большой торговый центр, но он был еще почему-то закрыт, хотя время как бы, ну, как бы 11-19, и, казалось бы, уже должно быть все открыто. Блин, мне там пишут люди, не смотрите на их имена. Я взяла розовое платье себе, к сожалению, на камеру цвет не передают, но он прям такой нежно-розовый. И, короче, немного про раздевалки. Как видите, здесь нужно раздеваться, и в раздевалке нет зеркала, и это совершенно нормальная практика. Не знаю, кстати, почему. Мне гораздо комфортнее, конечно, когда зеркало есть. А еще здесь есть вот такие вот штучки, это если у тебя есть макияж на лице, ты надеваешь эту фигню на лицо, и вот вместе с ней одеваешь уже платье, кофту. Смотрите, что я нашла. Я нашла целый стенд косметики от Pony. Блин, я бы очень хотела, чтобы в один день у меня тоже была своя косметика, но это, конечно, если делать, то делать прям суперкруто, а сейчас пока такой возможности нет. Да и, если честно, не думаю, что у русского блогера будет возможность повторить как-то вот такой вот успех, как у нее. Но она очень классная, обожаю просто. Пользуясь случаем, хочу рассказать вам про этот миндалек. Это не просто миндалек, это, блин, целый культ. Тут, короче, есть целые миндальные магазины, в этих миндальных магазинах каких только миндалей не бывает. Вот, например, миндаль в сода-оболочке, которая шипит. Да, серьезное заявление. А это миндалек в тирамису, миндалек с орео, а здесь, я так понимаю, просто микс. И там целая куча вот этих вот миндалей невероятных совершенно вкусов. И, конечно же, любой миндаль можно взять и попробовать. Возьму вот этот. Миндаль хрустящий с матчей. Прикольно. Ой, там борщ сходит на задний фоне, извините. Вообще, давайте я проведу вам мини-рум-тур по моему отелю, потому что здесь очень красивый-красивый-красивый номер. Смотрите, как все выглядит. Что вот я увидела, когда только зашла? Я просто захожу и вижу вот это. Это нереально красивый номер. Мне такой стиль очень нравится. Вот такая вот у меня кровать. Нереальные какие-то вот совершенно стены мраморные, которые с деревом комбинируются. Просто ванна, что называется, моей мечты. Посмотрите, какая ванна. Ох. И вот этот лето лукан-толканищер с подсветочкой, со всеми делами, чтобы было комфортно. Огромный совершенно душ. Нереально красиво. И, естественно, увеличительное зеркало, чтобы можно было разглядеть каждый прыщ. О, привет! Я вас вижу, а вы меня. Здесь то, что вы уже успели запалить, когда я пыталась показывать вам брундуру, собственно, мои покупки. Смотрите, вот такое вот платье я купила, чтобы пойти на концерт. Правда, здесь, конечно, как обычно, не хватает объема, но знаете ли, вроде как в 2020 году бодишейминг уже не в моде, поэтому вот такое вот платье, которыми велико, возможно, скажете вы. А я вам отвечу. Да попробуй, просто найди на меня платье, которое мне будет по размеру. И да, я не уверена, что это надо носить именно так, просто тут болталась какая-то мотня, и я решила, что буду держать это так, чтобы юбка не сползала, потому что если будет подниматься, это чтобы удерживать вообще удобно. А здесь у меня несколько одежды, которые совершенно для меня нетипичны. Возможно, я кому-то ее подарю, если я не смогу ее носить, потому что совершенно не мой стиль. У меня вот такой вот, я даже не знаю, как это, типа полусвитер назвать, еще один полусвитер белого цвета, но я не хочу его доставать, потому что, ну, пока он пусть так и лежит. Сейчас он тут совершенно точно не нужен. И внезапно просто черная рубашка. Что очень примечательно, в Корее почему-то фрукты имеют совершенно другой вкус. Особенно относятся к винограду, к сегодня, почему к сожалению, да потому что уже мой отдых подходит к концу. Короче, если вы когда-нибудь ели какую-нибудь азиатскую слабость, азиатскую сладость со вкусом винограда, вы наверняка отмечали очень необычный вкус. И наверняка задавались вопросом, блин, почему это вообще называется виноград? Потому что ничего общего с виноградом не имеет. Так вот, имеет. Вот именно вот этот виноград огромный, который у них достаточно дорогой, он реально имеет тот самый вкус вот этих вот всех сладостей корейских со вкусом винограда. Ну и японских, в общем-то, тоже. Заварю себе чай, и вооружившись виноградом, буду сейчас работать. Ну как работать? Видео снимать. За что просто такой вкусный виноград? Просто за что? Ладно, монтируем. Пока загружается видео, я сейчас буду обрабатывать фоточку для инстаграма, потому что это тоже часть бьюти-блогерской деятельности. Ну не только бьюти-блогерской, а в принципе блогерской деятельности. А вообще, конечно, зацените вид, который у меня здесь есть. Вот, кстати говоря, я тут сижу, мое рабочее место. И вот такой вот у меня простилается вид. Очень красиво. Мне так нравится. Я просто безумно обожаю урбан-виды всевозможные. То есть кто-то, знаете, кайфует от леса, кто-то кайфует от моря именно от вида, кто-то от гор. Хотя вид на горы у меня тоже присутствует, но я вот больше всего люблю именно вид города. Мне очень-очень нравится. А какой вид больше всего любите вы? Напишите в комменты. Вообще интересно, есть ли люди, которые так же, как и я, больше кайфуют именно от города, от самого? Я сегодня надела просто какую-то лютую кучу фотографий. Вот, типа, зацените. Но это у меня вообще всегда так. И вот здесь вот можно все это великолепие, потрясающее увидеть. Это только за сегодня. Надеюсь, там ничего неприличного в кадр не войдет. Я все еще мотаю, 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 мотаю. Это слишком сложно. Инстаграм вышел в окно. Вот, вот просто вход, что происходит. И здесь, здесь люди стоят 6 часов. 6, мать их, часов. Короче, мы сейчас пришли к магазину BTS, к тому, что мы по Папстору, и здесь такая проблема, что вот это вот все, это очередь в магазин. Пойдемте со мной. Вы можете подумать, что вот это вот была очередь. Но на самом деле это не была очередь. Это была часть очереди. И это очередь только из тех людей, у кого специальное членство в армии. Максимум, что я могу вам показать, это то, как это выглядит вот здесь вот. Люди, короче говоря, сказали нам, которые иностранцы, что они здесь стоят с 6 утра. А сейчас 11.30. То есть они практически 6 часов стоят в очереди. И это стоит очередь официальных армий. Вы понимаете? 6 часов стоят официальные армии. Это просто... Ааа, что? А вот что находится, короче, внутри вот магазина. Здесь можно посмотреть список мерча. Вот так вот все это выглядит. Буклеты, кстати, не дают. Разрешили только посмотреть, и только потому, что мы показали, что я блогер, у меня есть камера. Но под предлогом того, что мы отдадим эти девчушки назад. Короче, вот так вот все серьезно. BTS Pop Art – это новый магазин. В этом магазине можно найти кучу всяких мерчей от BTS. Но проблема в том, что попасть туда нереально. Я была в Корее целый месяц. И весь месяц, практически каждый день, я пыталась попасть в этот магазин, и шансов было просто ровно ноль. Одна из моих подписчиц, которая тоже живет в Корее, она мне написала, что там очередь, алло, 4 километра. 4 километра живых людей стоят в очереди, чтобы попасть в магазин. И да, как вы понимаете, 4 километра – это дохрена вообще много. Представьте, просто 4 километра людей. Это катастрофически много. И все они стоят в очереди. И никакой гарантии, что ты вообще отстояв эти 4 километра, туда попадешь, потому что просто магазин не 24, а работает часа. Но что, должна отметить, очень круто. Рядом с этим магазином буквально дежурят грузовики. Грузовики, которые постоянно привозят ассортимент магазина. И то есть совершенно точно не будет такой ситуации, что ты отстояла там условно 8 часов в этой очереди, пришла в этот магазинчик, и тебе не достался твой размер кофты. Такого просто быть там не может. Реально стоят грузовики, и они постоянно подъезжают. Я это каждый день видела. Когда-нибудь подъезжают, 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 подъезжают. И тащат огромные коробки в магаз, чтобы все всегда было. Это прям мега круто. Мы в расстроенных чувствах, не смогли таки попасть в эту штуку, и пошли, короче, пить кофе вот в такое вот цветочное кафе. Конечно, кафе красивое, цветочки прекрасные, выглядит все это просто замечательно, но сами понимаете, что это всего лишь успокоительный приз. А жаль, очень жаль. Но надеюсь, что завтра на концерте все будет как-то повеселее. Смотрите на еду, которая продается здесь. Просто такая красота. Очень, кажется, выглядят вкусно, эти круассаны. Я, по крайней мере, такого круассана еще никогда не видела полностью в обсыпке. Короче говоря, я считаю, что мы должны просто набрать разных сегодня блюд и пробовать их все. Что вы скажете? А это малыш Грут. У него тут цыпленок. Посмотрите, какой милый цыпленок у Грута. Наш заказ. Смотрите, какие вкусные у нас тут круассаны и какие пирожные взяли попробовать. Очень разные. Наверное, это должно быть вкусно. Хочется в это верить. Кстати говоря, тест на внимательность зацените, в каких цветах сделана эта фотка и в каких цветах вообще выполнен сам интерьер. Можете прям листнуть назад и посмотреть до-после, 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 до-после. Совершенно случайно зашла вот в этот вот магазин и просто зацените, какой здесь клевый дизайн. Обратите внимание вот на эти вот глиттеры, на эти палетки и на то, что происходит здесь. Здесь, короче, прикол в том, что ты сама можешь миксовать себе румяшечки и хайлайтеры и тебе сделают именно так, как ты хочешь того. Смотрите, как круто. А вот тут вот девушки мешают себе. Всевозможные штуки очень интересно выглядят. Можно выбрать себе надпись. Вот здесь вот можно выбрать себе цвета. Вообще просто шикарно. Очень интересная задумка на самом деле. О, маленький доширак. Это, короче, вообще полная херня. Я ела это, когда было два года назад в Корее. Это просто приправленная какая-то дичь невкусная. Хорошо, когда есть эксперт. Я возьму вот это. Ты ела это? Да, мы назовем это просто сишки. Ееее. Но оно вкусное, ты просто зубами выдавливаешь оттуда вкусненькую сладенькую штучку. Все, я возьму вкусненькую сладенькую штучку и буду выдавливать ее из продолговатой формы. Я люблю так делать. В общем, ребята, мы тут уже истинные фанаты приехали на BTS. Тут полно людей и полно автобусов. Видите, тут есть синий автобус с Ким Тэхёном. Вот есть автобус с Чимином. Как раз таки сейчас Лисуню Кисуню тут фоткают. Вот она позирует тут такая вся из себя красивая. И что еще тут есть? Тут есть Эт Настя, вторая победительница. И еще тут есть экран с бонтанами. И вот так вот выглядит сам стадион. Вот. И Машка сейчас фоткает Лису. Мы только что получили наши билеты. Вот так вот они выглядят, как зеленые ленточки. А вот и билетик, который в расфокусе. Во. Ну, а здесь можно посмотреть на историю о Чонгук. Так, у нее уже у Алисы истерика. Она говорит, что сейчас будет плакать. Я уже реву. Утром она такая подходила и говорит, я не буду стрелки рисовать. Я спросила, почему? Теперь я понимаю. Да, так надо капец. А, не плакай, маленькая, пускай. Не надо плакать. Плакать отстойно. Плакать будешь, когда там черт начнется. Количество людей просто удивляет. Максимально, я бы сказала, удивляет. Начну с того, что меня просто шокировало. Во-первых, меня шокировало то, что взрослые, блин, девушки были. В основном 25 плюс визуально. Возможно, они даже старше, потому что азиаты выглядят в основном моложе. То есть, я даже не отрицаю, что там было 30 плюс вообще главная фанатская база, что вообще вынесло просто всех нас. Мы уверены были, что там будут одни девчонки, маленькие совершенно. Потому что, когда заходишь в комментарии к любому русскому блогеру, который упоминает BTS, там обязательно в комментариях начинается срач на теме того, что BTS слушают только дети. Нифига. Детей там не было. Просто их не было. Возможно, то есть, они были, но я их не видела. А я видела много там людей, потому что там, блин, было 50 тысяч человек. На концерте, как бы, хочешь не хочешь, ты видишь просто дохрена людей. Вот при всем желании твоем. Концертом дали пледы. В коллаборации Фила из BTS. Это, видимо, чтобы мы не замерзли. Если вот такие вот умные, как она, пришли с голыми ногами. Ну, впрочем, как и я. Перед началом концерта на стадионе была тишина. Вот даже прям тут это можно услышать. Короче, снимать, это не палевно, но, по крайней мере, я буду стараться смотреть, заценить, как вообще все выглядит. Идет еще посадка до концерта где-то минут 20. И сейчас я сижу и жду и смотрю на сцену. Но как только свет погас, а видеоряд с BTS появился, конечно же, с днем взорвался. Ура! И знаете, что во время концерта мне очень понравилось? Сначала было относительно спокойно, ну, в том плане, они выступали, они пели, было все очень здорово, и что мне безумно понравилось, что меня прям зацепило, они пели несколько песен, потом шел сольник одного из мембров, и во время этого сольника однозначно других пара не переодевали, перекрашивали, делали им другие прически. Когда они уже выходили со следующим своим номером, они реально все были разные, и декорации были максимально разные. И то есть, правда, вот каждый номер, который ты смотрела, было ощущение, что ты просто находишься на разных сценах, на разных стадионах, потому что очень сильно все отличалось. КОНЕЦ! 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 Под конец концерта, я не знаю, что произошло, но Техен, короче, выбежал с камерой. Он выбежал с камеры, вероятно, он снимал блог, я не знаю, что он там делал, короче, несется он с камеры, садится на край платформы и падает. Если бы сзади него не стоял Чимин, не бы затощил его вот так вот зашиворот, то, вероятно, всего Тихон бы просто свалился. В итоге они начали потом обниматься, ну а после этого Чимин вошел во вкус и стало происходить что-то такое. И я надеюсь, что смотря этот влог вы тоже ощутите вообще мою радость, мои эмоции, что-то поднимет вам настроение. Если вам понравилось это видео, обязательно кидайте его своим друзьям, которым тоже может быть интересна такая тема. И всем спасибо за просмотр и всем пока, я жду вас в моем инстаграме. В общем, ребят, у нас очередные новости. Лиса сломалась после концерта. Что происходит? Я плакать хочу, чтобы было слишком хорошо.